Долгое время Мьянма была закрытой страной Получить сюда визу было почти невозможно Хунты, военные перевороты, сепаратизм Все это заставило страну отгородиться высокой стеной Последний раз Мьянму затрясло в 2017 году Когда она снова напомнила о себе геноцидом народности Рохинджа Что на самом деле произошло и как живут армяне за стеной Расскажу прямо сейчас К сожалению, многие страны Азии и в наши дни живут практически изолировано от остального мира Одной из таких стран является Мьянма, бывшая Бирма И хотя правительство страны немного ослабило жесткие условия для посещения Мьянмы иностранцами Проблем до сих пор немало С чем я лично столкнулся Как и Мьянма, Рангун стал называться Янгоном с 1989 года Янгон часто величают городом тысячи пагод Их здесь действительно огромное количество Порой кажется, что на каждую душу населения приходится одна пагода Особенно выделяются две из них Суле и Шведагон Впрочем, все это легко объяснимо Ведь в Мьянме, хоть и проживает более ста национальностей Из них буддистов, как-никак, 89% Остальные христиане и мусульмане по 4%, индуисты 1% и прочие 2% Кстати, несмотря на то, что мусульман в Мьянме немного В стране часто происходят столкновения с представителями этой религиозной общины Правда, хочу заметить, конфликты эти не столько на религиозной почве, сколько на этнической Дело в том, что среди мусульман Мьянмы нередки сепаратистские настроения В частности, в штате Ракхайн, где проживает большинство народности Рухинджа Исповедующий ислам и ратующий за присоединение их штата к соседнему мусульманскому государству Бангладеш Самые кровопролитные бои в штате Ракхайн происходили в 2012, 2013 и 2017 годах А в Янгоне же проблем с мусульманами не было Как и все остальные народности, мусульмане вполне уютно себя чувствуют в городе Также работают, учатся и ничем не отличаются от других Разве что расово, буквально в нескольких метрах от католического христианского прихода города Имеется медресе и мечеть, где всегда многолюдно и люди не чувствуют дискомфорта Как и среди других народностей, мусульмане в Янгоне занимаются торговлей Работают рикшами, клерками, прочими служащими Кстати, я всегда старался покупать еду либо у мусульман, либо есть в кафе Не хотелось бы никого обижать, но то, что готовят в Мьянме буддийские народности Мягко говоря, не только кушать, но и к носу подносить невозможно В Мьянму я прилетел из Лаоса Казалось бы, иммунитет к такой пище должен был быть Однако же мьянманцы превзошли своих соседей, лаосцев и тайцев Во-первых, они добавляют в еду какие-то специи, запах которых невыносим Во-вторых, мьянманцы едят буквально все, что когда-либо двигалось Женщины с измазанными тонакой лицами предлагают товар от варенных яиц Еще не оперившимся зародышем внутри До относительно цельных цыплят табака Я намеренно не покажу вам всего этого, чтобы не портить аппетит В целом, Мьянма – рай для путешественников Мандалай, Пегу, Паган, Пиндая не оставят равнодушными ни одного видавшего виды туриста Кроме того, Мьянма – единственная страна в Юго-Восточной Азии Не избалованная туристами, изобилующая аутентичностью Это сразу бросается в глаза После величественного шведогона, золотой ладьи и суле Рядом с которыми находилось до начала 20 века Старое армянское кладбище А буквально в километре от суле и бывшего армянского кладбища Расположен Мерчен-стрит Торговая улица Где в прошлых веках и жили армяне В Янгоне родился еще один человек Который оставил заметный след не только в истории армянского народа Но и в истории мировой дипломатии Это же, конечно, Диана Агабек Абкар Первая в мире женщина-посол Когда я собирался в Янгон, у многих спрашивал Где она здесь родилась Ведь только известно, что она родилась в Янгоне А потом переехала вместе с родителями Сначала в Сянган, затем в Японию Где, кстати, она и была первым послом Армянской Республики Первой Армянской Республики в Японии Так вот, многие не знали Причем даже те же армяне, которые живут здесь в Янгоне Мне пришлось очень долго копошиться Искать, где это находится А оказалось, здесь совсем рядом Я нашел в справочниках в самом Янгоне Этот дом Находится он, конечно же, на Мерчин-стрит Конечно же, где еще может находиться этот дом Ведь Мерчин-стрит как раз-таки и был населен в основном армянами этого города Поэтому он и Мерчин-стрит То есть улица коммерсантов Сейчас я вам покажу этот дом Дом в викторианском стиле Это сейчас не жилой дом Хотя он остался после, наверное, евроремонта Если так можно сказать В хорошем состоянии Но там сейчас находится отель Собственно говоря, я там и остановился Вот оно, желтое здание Здание, в котором родилась в 1859 году Диана Агабекян Судьба которой уготовила стать первой женщиной-послом Здание хорошо сохранилось Благодаря реставрации и отделке Можем заглянуть и вовнутрь Сразу за дверью Старая деревянная, но хорошо сохранившаяся лестница Которая ведет гостей на второй этаж За ней еще одна лестница А на ступеньках обувь гостей гостиницы Преодолев ступени Оказываемся в холле и ресепшне Возможно, когда здесь жила семья Агабекян Этот холл служил гостиной Внутри также осталось немало оттенков британского стиля Стены, мебель, люстры Все это, несомненно, отголоски прошлого Британского колониального прошлого Что свидетельствует некогда присутствие англичан В этой части света Ну а здесь, в крохотной комнате Под номером 101 Разместился я Совсем небольшая комнатка И кто его знает, может быть, это была детская Дианы Агабек Абкар Ну вот, в принципе, и вся комната Я здесь занял крохотную комнатенку Служившую в спальне одного из членов семьи Агабекян Кто знает Возможно, именно эти стены охраняли сон будущего посла Теперь они будут служить мне на предстоящие несколько ночей Комната хоть и маленькая, но вполне располагающая к отдыху К тому же, единственное окно выходит на Мерченд-стрит Семья Агабекян Семья Агабекян была немаленькой и состояла из девяти человек Аванес с супругой Авет и семеро детей Глава семейства занимался международной торговлей И всем своим детям дал прекрасное образование К примеру, Диана в девичестве Гаяне-Анагид Училась в семинарии, где получила английское образование Там же изучила санскрит и хинди Знала и армянские К 30 годам, когда Диана вышла замуж за купца Микаэля Абгара Девушка владела еще и бенгальским, бирманским, китайским языками У избранника был свой бизнес в Японии Поэтому сразу же после свадьбы Диана и Микаэль Абгар перебрались в страну восходящего солнца Однако же счастье недолго длилось В 1906 году внезапно скончался Микаэл Вдова осталась в Японии Не захотела покидать могилу супруга К тому же, нужно было поднимать двоих детей От мужа достались акции и облигации Которые помогали жить безбедно А вскоре женщина занялась литературой и общественной деятельностью Ее работы стали известны далеко за пределами японских островов Вплоть до исторической родины – Армении Поэтому, когда образовалась первая армянская республика Усилиями Дианы Япония признала молодое закавказское государство А 21 июля 1920 года Диана Агабек Абкар стала генеральным консулом Армении в Японии Как я уже говорил, армяне Янгона жили именно на Мерчен-стрит Где находился дом не только семьи Аванеса Агабекяна Но и дома других армян А там, где поселяются армяне Рядом, конечно же, строится святая святых Своя армянская церковь Она есть и в Янгоне Буквально в 20 метрах от того дома, где я остановился У дома семьи Агабекян Кстати говоря, это вторая армянская церковь Построенная в 1862 году Первая была построена почти на 100 лет раньше В 1766 году Территорию под застройку храма Выкупил начальник таможенного управления И Акауквун Грегори Авак А дело было так Безоблачную жизнь армян Бирмы Вскоре настигла беда с приходом англичан До геноцида, как в Османской империи Конечно, не дошло Но тем не менее При короле Миндоне В середине XIX века Когда британцы захватили юг Бирмы Англичане устроили массовые аресты армян Имеющих отношение к таможне и финансам Британцы стали подозревать армян В шпионаже в пользу России Многие семьи были разъединены Мужчину возили на каторжные работы на острова Многие из них не выдерживали пыток Погибали Сегодня никто не может сказать Были ли армяне Бирмы русскими агентами Или англичане с завистью смотрели на армян Коим бирманцы относились с доверием И доверяли армянам свои деньги Одно известно точно Армяне поддерживали тесную связь Со всеми соотечественниками в других странах А значит и с российскими Беспредел со стороны англичан Длился почти три года Покуда не вмешались влиятельные армянские мужи Из Калькутты и Гонконга Имеющие связи с метрополией Постепенно отношения армян и британцев Стали налаживаться Каторжники, что не успели погибнуть Были амнистированы и возвращены семьям А вскоре в 1862 году В знак дружбы британские власти Позволили построить на месте старой Новую армянскую церковь Сент-Джон-Баптист Святого Иоанна Крестителя Сейчас эта относительно новая церковь Возведенная 160 лет назад Также функционирует для прихожан Местных армян Коих осталось всего 10 человек Ну и других христиан Которые время от времени заходят помолиться Церковь расположилась не ввысь Как это обычно бывает А в длину Купол, разумеется, тоже имеется Такое решение архитектурное Удобнее тем, что в корпусе храма Можно разместить дополнительные комнаты Для хранения документов, рукописи и книг Кстати о них Согласно переписи 1871 года На момент строительства в Бирме жили 466 армян В книге записи 1915 года в церкви были крещены 76 армян К 1941 году сыграна свадьб для 237 армян Также известно, что к 1921 году умерло более чем 300 армян Все эти цифры сохранила церковь и учитываются только те события, которые проходили через нее Во внутренней части храма Во внутренней части храма тоже мало чего изменилось Есть еще одна римско-католическая Но она в северной части города рядом с мечетью И не считается памятником архитектурного наследия города Так как армянская церковь первая в истории Янгона христианская церковь Учитывая, что на месте этой в 18 веке армянская церковь деревянная уже стояла и собирала вокруг себя армян города Что касается мьянманских армян, то они расово отличаются от тех, которых мы привыкли видеть Классических, скажем так По той причине, что в них намешаны и мьянманские корни Но они считают себя армянами и исповедуют армянское христианство Один из них Винсент Георг Минас или Майнас, как принято в английской транскрипции Внук Георга Минаса, архитектора Меня зовут Винсент Минас, мои предки тоже из Минасов Живу я в Янгоне, в одном из живописных лесопарковых зон города Часто прихожу сюда, в нашу армянскую церковь Моего деда звали Георгом Минасом Отец был инженером, его звали Ховен Минас Он был армянином, но моя мама смешанная Наполовину армянка, наполовину берманка Я бы хотел передать привет всем братьям-армянам во всем мире И добро пожаловать к нам в Янгон Так что приезжайте Гостеприимные берманские армяне будут вам только рады И с удовольствием поделиться историями своих семей В километре от церкви моего посольского жилья Был еще один объект, связанный с армянами Куда я отправился уже утром следующего дня На четырехкилометровый стренд-роуд, проходящий вдоль реки Янгон Высится викторианская гордость столицы Пятизвездочный стренд-отель, построенный в 1901 году Известными армянскими олигархами, владельцами сети отелей Юго-Восточной Азии Братьями Саркис Вместе с Raffles в Сингапуре и E&O на Пенанге О котором я говорил в одном из своих предыдущих фильмах Стренд-отель в Янгоне всегда считался одним из престижных в Юго-Восточной Азии Здесь всегда собирались только белые, конкретнее европейцы Он был построен в 1901 году братьями Саркис А в 1925 году продан Арутюну Беглару, другому армянину Правда, у другого армянина этот отель ненадолго задержался Он перепродал уже англичанам, которые содержали этот отель до начала Второй мировой войны Ибо уже с 1941 года в отеле размещалась группа войск милитаристской Японии И с 60-х годов отель перешел в собственность муниципалитета Янгона, правительства Мьянмы В разное время в отеле останавливались такие знаменитые личности, как Редьерд, Киплинг, Сомерсет, Моэм и даже Принц Уэльский Как и остальные саркисовские собратья, отельные в других странах Юго-Восточной Азии Стренд-отель до сих пор остается один из самых дорогих в Мьянме Сутки пребывания в этом пятизвездочном отеле в самом дешевом номере обойдутся в 250 долларов По мьянмарским меркам это огромные деньги Люкс около 1000 долларов Кстати, его саркисовский собрат на Пенанге, где я останавливался, был в разы дороже Но то в Малайзии, а в Мьянме и жизнь дешевле И еще, в отличие от саркисовских отелей в Сингапуре и Пенанге В Стренд-отеле нет музея братьев Саркис И если бы не ресторан Саркис, то память о братьях осталась бы только в книжках Как и полагается, саркисовским отелем, изюминкой которых всегда был берег с портовыми сооружениями Через дорогу прямо напротив Стренд-отель находится тот самый порт, куда прибывали торговые суда из заморских стран и континентов Через Индийский океан В порту служили армянские таможенники, встречая иностранцев и своих соплеменников с товарами Правда, сейчас порт не такой оживленный, как прежде Теперь он служит переправой на другой берег реки Янгон А портовый рынок, на котором в прошлые века можно было приобрести заморские ковры, самоцветы, чай, кофе, муслин Превратился в гигантскую столовую под открытым небом Где можно отведать туземную еду и напитки Прикупить овощи и фрукты Или даже религиозную утварь Если, конечно, разбудить продавца Здесь продается все Все, что покупается по старинке Только товары давно не заморские Отечественного производства Итак, армянская община Мьянмы переживает нынче свой исход И, к счастью, мне еще удалось застать некоторых из коренных армянских жителей Сложно сказать, что будет лет эдак через 50 Но есть и те, что прибыли сюда в последние годы Возможно, они и реанимируют общину Одни приехали заниматься IT-технологиями А у других свои мотивы Давид Товмасян, москвич Вот уже полгода проживает в Мьянме Приехал сюда изучать бирманский язык Реальность в России такова, что специалистов в области бирманского языка очень мало И сейчас язык действительно востребован И не только в России, но и по всему миру Страна только недавно стала открытой Экономика с каждым годом растет И тут только благоприятные условия будут развиваться в стране Поэтому я думаю, что еще вы услышите о том, что нужны будут специалисты в области бирманского языка В первую очередь сейчас задача учить язык Как бы выжить по максимуму из моей поездки А дальше уже через полгода я буду смотреть, может быть, оставаться здесь Будут какие-то варианты по продолжению изучения языка или работы Либо, да, возвращаться в Россию Ну, страна довольно интересная Особенно на контрасте с Россией и Москвой Все другое Другая культура, улицы, люди, менталитет Поэтому интересно, в общем В России действительно почти нет специалистов по бирманскому языку Есть один корифей в этом деле И тоже, кстати, армянин Экс-посол России в Мьянме Валерий Вартанович Назаров Начинался стажера в советском посольстве в Бирме в 1967 году Дослужился до чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Мьянме До 1997 года 30 лет на дипломатической службе в Мьянме За эти годы я освоил редкий бирманский язык Возможно, и у Давида жизнь будет связана с Мьянмой Ведь российско-мьянманские отношения снова набирают обороты В 2016 году между военными ведомствами России и Мьянмы Подписаны соглашения о сотрудничестве Военные двух стран обмениваются делегациями Решаются вопросы противодействия террористическим угрозам В Мьянму поставляется российская военная техника Упрощен порядок захода военных кораблей В порты России и Мьянмы Учитывая все эти обстоятельства Перспективы у Давида могут быть вполне впечатляющими Причем как в России с бирманским языком Так и в Мьянме с русским языком А значит армянская агентура на русскую разведку продолжится Шутка Хотя Поживем увидим Редактор субтитров А.Семкин